МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КСЦ «Честцовский» и Максим Федоренко, тренер секции «Рукопашного боя». Здравствуйте. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Но прежде чем перейти к обсуждению, я предлагаю посмотреть, какими видами спорта можно все-таки заниматься в КСЦ «Честцовский». Внимание на экран. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! В КСЦ «Честцовском поселении». Наш телефон 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы. Андрей, правильно ли я понимаю, что то, что мы сейчас посмотрели на фотографиях, это лишь часть секций, которые работают в КСЦ «Честцовский»? Да, вы правильно понимаете. У нас еще есть детский футбол, взрослый футбол, теннис у нас настольный, вольная борьба, хоккей вы-то знаете. Хоккей, да, уже слышали. А вот проводили, наверное, какие-то исследования, какая из этих секций, какой вид спорта пользуется наибольшей популярностью у жителей? Вы знаете, все виды спорта у нас пользуются популярностью. Нет у нас избранного вида спорта. Баскетбол такой традиционно летний вид спорта. Но в январе в Честцах прошли соревнования по баскетболу. Кто участвовал? Да, прошли баталии. Мы провели первый раз этот турнир. Просили у нас местные дети. Провели мы турнир. Взрослый он был у нас. Участвовала горький десятый команда из Назарева, Голицына и Чисовское поселение. И кто победил? Победил, как всегда, горький десять. Вот так, несмотря на... А хозяева как же? Дома и стены не помогли. Да, боролись за второе место. К сожалению, третий. Максим, а много ли жителей Чистцовского поселения ходят на рукопашный бой? Ходит очень много детей. 84 человека сейчас пока начисливается. Возраст у них от 3,5 до 18 лет. Ходят и мальчики, и девочки ходят. А рукопашный бой, в чем преимущество именно этого направления? Это направление, то есть это целая безопасность ребенка, потому что у нас защита головы, рук, груди, ног, все это у нас защищено. А с какого возраста можно заниматься? С 3,5. С 3,5 лет? А вот как вы с такими совсем малышами? Да, у них это подготовительная группа идет, это группа детского садика, то есть у них мы учим координации, чтобы они были такие подвижные, и потом со временем буду переводить их в другие группы. Многие родители хотят отдать застенчивого ребенка на борьбу, потому что тогда он научится защищаться. А некоторые, наоборот, активных детей отдают, чтобы они свою энергию там выплескивали. Вот какая из этих версий наиболее правильная, не станет ли для активного ребенка это еще большим стимулом для активности? Нет, это зависит уже от тренера, мне так кажется, потому что на тренировках не только мы силу должны развивать, но еще объяснять ребенку, что в какой-то ситуации надо нам силу проявлять, или лучше головой подумать, и от какой-то, например, драки лучше убежать даже, чтобы ребенок как бы не пострадал, и родители за этого не переживали. А взрослые рукопашным боем занимаются? Занимаются, но у нас таких пока мало. Это родители детей, некоторые занимаются, приходят на тренировки. Ну, насколько я поняла, у вас не чистая секция. Нет, мы открыли сперва секцию рукопашного боя, а сейчас уже постепенно мы начинаем военные занятия, то есть у нас уже военно-патриотическое объединение получается. То есть у нас занятие идет, основной уклон на спорт, это рукопашный бой, ходим также в туристические походы. Вот зимой мы ходили в январе с ночевкой в поход. С детьми в зиму? С детьми, да. То есть у нас стрельбы с пневматического оружия тоже есть. Все по взрослому? Да. Все серьезно? Вот. Все. А как дети откликнулись? Ну, дети-то понятно, они все были руками, ногами за, вот как родители отнеслись к предложению. Нет, вот родителей надо было постепенно, то есть я не пускаю родителей на тренировки, потому что когда дети и видят родителей, они себя по-другому чувствуют. И родители уже видят, как бы, что дети и по учебе начинают подтягиваться, потому что я и учебу их не контролирую. И что, как бы, дети уже достойны, что их отпустить тот же в поход. Мы сперва сделали поход однодневный, то есть утром мы ушли, вечером пришли. И постепенно вот так мы начали, с ночевкой аж начали ходить. Ну, это действительно здорово. Андрей, мы привыкли видеть вас в качестве хоккеиста, но не только хоккеем вы интересуетесь, и вы еще и настольным теннисом увлекаетесь, и других готовы этому обучить. Есть секция настольного тенниса в часах? Да, у нас настольный теннис развивается у нас уже три года. Да, достойные ребята уже были у нас, турниры проходили. За последний год у нас было три турнира. Дети достойно себя показали. Также показали себя, как в Краснознамецк выезжали, в Голицыно выезжали. И, соответственно, у нас были в часах свой турнир, где достойно заняли призовые места. А есть ли все необходимое для занятия настольным теннисом? Да, у нас все необходимое. У нас четыре стола. Мы используем три стола. Четвертый у нас дежурный. Какие главные навыки должны быть у человека, который хочет заниматься настольным теннисом? Что он должен уметь? Или, может быть, какие-то способности должны быть? Ловкость, быстрота движения? Да, ловкость как бы нужна, но любого можно ребенка привить к любому виду спорта. Главное, что интересно и тренеру, и ребенку это. А у нас это всем интересно, и поэтому только чуть-чуть немножко толчок дать, показать пару движений. И сами дети начинают. Некоторые уже показывают мне, как надо играть. А с какого возраста можно заниматься настольным теннисом? Тут-то три с половиной года понятно, что не пойдет. Здесь не пойдет, да, к сожалению, потому что стол не имеет свою высоту. Ну, у нас занимается Андрей Сошкин. Ему, по-моему, в первом или в втором классе. Да, он не дотягивается до стола, но у него получается. Поэтому, я думаю, когда он подрастет, то, наверное, здесь равных не будет ему. А может быть даже и в Московской области, и в России надо, наверное, идти дальше. Максим, секция рукопашного боя. Тут настольный теннис, понятно, там столы, мячики, нужен инвентарь. Для рукопашного боя что необходимо? Ну, когда ребенок приходит, у меня основное, что главное, желание, чтобы было. Со временем, то есть уже ребенок, когда показывают какие-то результаты, мы покупаем перчатки, со временем покупаем накладки на ноги, шлема, нагрудники. Вот у нас полностью, чтобы полностью была защита. И само кимоно. А вот здесь какие физические данные нужны для того, чтобы были успехи? Ну, успехи, это главное желание, чтобы было. Потому что я служу по себе, я был маленький, полненький. Главное желание было, я через несколько лет восстановился и стал в строй этого спорта. Вот вы говорите, родителей на занятия не пускаете. Но при этом многие родители, мне кажется, занятия своих детей спортом воспринимают как свои собственные занятия. А вместе тренируются, вместе занимаются. Нет, открытая тренировка у меня есть. Я провожу открытые тренировки, когда родители могут прийти, посчитать занятия. Но у нас она как бы показательная. То есть мы там родителям, чтобы они не пугались, ничего такого не показываем. То есть у нас есть показательное выступление. На сцене мы это родителям всему поселку показываем. И я снимаю там про детей видео какое-то. То есть тренировку и потом сливаю это в Ютуб, чтобы родители видели, чем дети занимаются. А что в ближайших планах у секции рукопашного боя? В апреле, 14 числа, пойдут соревнования военно-патриотических клубов по Москве. Мы будем старшей командой там выступать. А что там необходимо? Ну это как бы будет трехборья. То есть они будут сдавать приемы обезоруживания против оружия. Потом у них страховки будут, это все на время. Это первый день соревнования. Второй день уже сами бои будут. А вот есть же наверняка какой-то кодекс. Можно ли использовать приемы рукопашного боя за стенами? Нет, я, например, если ребенка уже обидели, я как бы ничего не говорю. Но просто есть дети, которые приходят, еще не понимают, силы почувствовали, в школе начинают драться. Я за это ругаю или даже выгоняю. Вот многие родители еще по одной причине отдают детей в спорт. Это будет ребенка дисциплинировать. Там будет тренер, который быстренько на место поставит. Вот как вы считаете, это правильно? Или это все-таки попытка переложить свои какие-то обязанности на другого человека? Ну нет, это не попытки переложить. К сожалению, да, родители правы, что дисциплина. Дети, ну при родителе, конечно, они часто слушаются, а когда вне дома, в детских учреждениях, в школах, они, естественно, показывают себя, кто выше, кто сильнее. А здесь тренеры приучивают как бы дисциплине. Поэтому дети у нас дисциплинированы. Потому что спортивные. Мы сегодня говорим о массовом спорте. В Чесцовском поселении с массовым спортом все хорошо? Есть где заниматься, есть где тренироваться. Да, здесь даже не знаю, какое слово подобрать. Или, к сожалению, или еще как-то. У нас есть все и все необходимое для занятий спортом. У нас даже, вот сколько у нас, 8 видов спорта. И у нас, к сожалению, даже не хватает времени, спортзал. У нас спортзал работает наподобие как Ледового дворца Воденцова. Время расписано с двух часов и до 10 вечера. Есть в часах хоккейная коробка. Что на ней летом происходит? Футбол. У нас взрослая команда. В том году образовалась футбольная часовская лига. Участвовало 12 команд с поселения. Сединцовского района. И как бы достойно. Это был турнир на все лето. Детчи Саилу-то держала первое место. По футболу нету равных. Ну вот, футбол в часах, видимо, процветает. Андрей, вы в свое время говорили нам на открытии хоккейного сезона в этом году, что будет детская секция по хоккею. Да. Как успехи? Успеху, к сожалению, у нас именно к секции не получился набор, так как зима, вы сами знаете, была у нас поздняя. Пока родители раскачались, чтобы купить также форму омунирования, к сожалению, у нас времени не хватает зимы на это. Ну, разговор был с людьми, как бы с родителями. К следующему году соберутся. Да, соберемся. Максим, ну мы знаем, сколько стоит экипировка хоккейная. Вот вы озвучили, что нужно для рукопашного боя. Насколько это дорого? Ну, подешевле, чем у хоккея, потому что, как бы, шлем у нас... Самый дорогой, это, наверное, у нас шлем, потому что у нас он... Маска у нас снимается, то есть мы в этом шлеме не только можем рукопашным боем выступать, то есть ребята я могу выставить на боевого самбо, потому что мы сетку снимаем, она на липучке, и мы можем на другие соревнования выходить. В пределах, если полностью экипировку взять, в пределах 6 тысяч. Ну, действительно, в разы дешевле, чем хоккейная. Можно даже, если постараться, да, подешевле. А вот есть какая-то такая спортивная мечта у Чистцовских спортсменов? Чего бы хотелось для дальнейшего развития? Мечта у спортсменов быть сильнее, выше, быстрее. И вперед к медалям. Да. На самом деле массовый спорт в Одинцовском районе, слава богу, развивается. За 4 года были открыты 54 спортивных объекта. Один из них в Ершовском поселении. На торжественной церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Внимание на экран. Футболист Сергей Рогоцкий шутит. Когда начинали строить спортивный центр в Ершов, он еще был школьником. А на торжественной церемонии открытия учреждения уже с бородой. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и просто покинул объект. Исправлять его ошибки пришлось новому. И теперь местным футболистам больше не нужно ездить на тренировки в Звенигород. Оттачивать свое мастерство они могут рядом с дома. Мне пока все очень нравится. Паркет нравится, да и ворота. Я ожидал, наверное, даже худшего. А все, в принципе, по стандартам, все хорошо. И меня полностью все устраивает. Я очень рад, что у нас появился теперь такой зал, даже лучше, чем в Звенигороде. В новом спортивном центре можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Здесь работают тренажерные и фитнес-залы. Для посетителей обустроены комфортные раздевалки и душевые. Учреждение муниципальное. Это значит, что занятия в нем совершенно бесплатны. Максимум возможностей предоставляет этот центр. И остается только пользоваться. Убирать здоровый образ жизни. Убирать и ставить для себя какие-то новые планки. Устанавливать личные рекорды. Поступать. Болеть на трибунах. Здесь также сделаны трибуны для болельщиков. В секции рукопашного боя, которой руководит Георгий Назарян, занимаются более 70 человек в возрасте от 7 до 25 лет. 11 марта их наставник из рук главы района получил удостоверение мастера спорта. Не остались без подарка и спортсмены. А зале, в котором теперь у них проходят тренировки, раньше они могли только мечтать. Начиная от отработанного инвентаря, что касается мешков, чучел, что касается ринга, все приобретено. Начиная от прыгалок, заканчивая до лап, перчаток и все так далее. Под крышей нового центра расположилась спортшкола Ершова. Это 600 юных спортсменов, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами. Но это не значит, что массовому спорту места нет. Скорее наоборот, по задумке создателей, бок о бок, здесь будут заниматься профессионалы и любители. В симбиозе со спортивной школой мы организовали при нашем культурно-досуговом центре еще и отделение массового спорта. И теперь мы называемся не культурно-досуговым, а культурно-спортивно-досуговым центром. Школа с нами спортивная поделилась своими тренерами. Основная наша задача, конечно, забрать детей с улиц, оттянуть их от алкоголя, от наркотиков, от свободного времяпривождения на улице без занятий. И загрузить их спортом, привить энергосберегающие технологии, привить здоровый образ жизни с самого детства, чтобы растить здоровую Россию и крепкое будущее. Развитие массового спорта – одна из приоритетных задач районных властей. Новые спортивные учреждения появились в Одинцово, Успенском и теперь в Ершово. Со временем подобные центры должны быть во всех поселениях муниципалитета. В прямом эфире ОТВ программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о массовом спорте. Телефон 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы или озвучить свое мнение по сегодняшней теме. А я напоминаю, у нас в гостях Андрей Фомин, руководитель спортивных объединений КСЦ Чесцовский. И к беседе присоединяется Анатолий Анисимов, руководитель секции волейбола там же в Чесцах. Анатолий, а как вы волейболом увлеклись? Лет с 18 пришел в взрослую группу, хорошо приняли. А почему именно волейбол? А вот не хоккей, например, или футбол? Ну, опять же, эпикировка очень дорогая. Волейбол, кеда и пошел. Ну, я так понимаю, волейболистам-то все-таки должны, условия нужны. И вот сейчас капризничают, там поверхность нету, песок не такой. Ну, сейчас у нас ремонт прошел в спортзале, очень хороший. К нам приезжают с полурайона, играют. Он из Перхушкова, Внесок, Голицына там, Захарова. Так что очень хороший зал у нас сейчас. Жаловаться не приходится. Да. Мы сейчас посмотрели сюжет с открытия культурно-спортивного досугового центра в Ершово. Глава района Андрей Иванов сказал, что со временем такие центры должны появиться в каждом поселении в Ершово. В Чесцах такой центр необходим. Или и так все, хватает и хорошо? Ну, у нас хватает, но если будет, мы будем только рады. Я раз обещал, то почему бы не были. А каких видов спорта, кстати, не хватает? Что стоит добавить? Вот по плаванию у вас как? Вот. Нет у нас и водоемов приличных нету, не говоря уж про бассейны. Вот, кстати говоря, а фанатов волейбола так же много? Фанатов вот сейчас нету, мало. В основном приезжают. Это связано с зимой или по каким-то другим причинам? У нас что-то детский волейбол не развит. У нас все за 30, все волейболисты, все кому за 30. А как вы думаете, почему? Ну, вот, агитации, наверное, нету. Вот мы в школе в свое время играли в пионербол. Это, конечно, не совсем волейбол, но как-то вот близко. Ну, может быть, школьные физруки в другое направление. Может, футбол сейчас. Вот футбол у нас очень хорошо развит. А волейбол нету. Поэтому желание не привили, это же надо в детстве прививать. А много взрослых занимается? Взрослых у нас до 30 человек. Ну, в основном приезжают. С Денцовской районной? Да, с района, с района, да. А насколько тяжело взрослых организовать? Ведь у каждого свою работу, у каждого какие-то свои дела. Ну, все вместе не собираются поэтому. Но до 20 человек за раз бывает. Три команды, четыре бывают команды. Ну, нормально. Кто есть желание, есть возможность. А детский набор планируется? Вот с сентября, если выделят время, нам Андрей должен помочь в этом. Андрей поможет в этом? Андрей уже помог в этом. Да, планируем детей запустить. Главное время, да. Желание у нас уже появилось. Андрей, расскажите вот о детском наборе. Детский набор... Давайте проанонсируем, чтобы телезрители имели в виду, что с сентября им есть куда пойти. Да, волейбол у нас планируется. Со временем мы уже с Анатолием решили этот вопрос, обсуждали. То есть, препятствий никаких в этом нету. Поэтому будем рады. Тем более, Анатолий хочет поработать в детском направлении. А это всегда приветствуется. Конечно. Анатолий, какие данные должны быть у ребенка, чтобы он занимался волейболом? Обязательно ли он должен быть высоким? Нет. Если будет на какие-то соревнования, разряды, мастерство получать, то тут уже без роста никак. А дворовый волейбол, наш бытовой, то любого роста у нас и по полтора метра люди есть, взрослые. Так что и играют хорошо. А с какого возраста лучше заниматься волейболом? Ну, я думаю, лет с девяти, потому что мячик все-таки руки отбивает. Поэтому очень маленькому нельзя. Ну, дошкольник этого уже, да. Вот в Ершову предложили такой симбиоз профессионального спорта и массового. То есть тренеры спортшколы будут заниматься с любителями, но при этом любители не будут претендовать, конечно, на какие-то высокие достижения. Вот как вы считаете, правильно ли это направление? Ну, если желание у любителей есть, но повысить свою планку, то очень даже за. А не получится ли так, что у профессиональных спортсменов мы отнимаем время? Ну, это же тренер выбирает, он едет. Думаю, что он в ущерб профессиональных спортсменов время выделит любителю. А вот на самом деле, насколько сейчас люди интересуются спортом? Вроде бы на соревнованиях народу действительно много. На секции ходят, записываются, занимаются. Нет, действительно много, не только волейбол. Я еще раз говорю, у нас спортзал расписан полностью. Поэтому у нас рукопашный бой свыше 80 человек. Волейбол свыше 30 человек. Футбол тоже самое. Детский футбол у нас тоже по 30 человек. Поэтому у нас все это... У нас еще суфтбол есть, забыл про это сказать. Именитая команда Калитая. А кто в команде играет? В команде играет то же самое, если дети и взрослые. 11 класс. В том году, кстати, принимали участие в чемпионате Европы, где заняли второе место. То есть такое сутбольное направление у вас хорошо развито? Ну, это в районе. Это единая команда Одинцовского района. Просто с каждого поселения занимаются дети. Как бы сборная команда. И вот с нашего поселения два человека участвовали в этих соревнованиях. Ну, софтбол это все-таки такой летний вид спорта, правильно? Да, летний-осенний. Весенний. Поэтому там любят где грязь, дождь, вода. Красочная игра получается. Но все-таки весна у нас, слава богу, скоро весь снег растает. Летом есть где играть волейболистом? Ну, у нас сейчас нету, но администрация обещала вроде как заняться этим вопросом и построить летние площадки и по волейболу, и по баскетболу, еще какие-то. То есть такие универсальные площадки. Да, ну вот уличные они хорошие. Сейчас покрытие хорошее летнее вот эти резидуи. Ну, обещали нам сделать. Ну, то есть спрашивают, что вам необходимо, и, соответственно, идут там? Ну, да, интересуются, что вам интересуются. Вот через Андрея. Все интересуются, все это делают. Наверное, это будет все сделано. Да не, наверное, а мы уверены. Поэтому в любой помощи нам администрация никогда не отказывала. А от жителей какие-то запросы есть? Там хотим в бейсбол играть. Сделайте нам секцию. В бейсбол у нас сутбол. Ну, это я к тренеру. Может быть, они хотят фигурное катание. Нет, у нас есть там по плану, слышишь, теннисные корты, уличные, летние варианты. То есть не настольный уже, а большой теннис. Да, большой. Поэтому правильно Анатолий сказал, у нас только единственного плавания нет. Ну, я так чувствую, что все впереди, скоро появится. И плавание, говорите, зал расписан по минутам, секции очень много, желающих заниматься много. А нет какой-то конкуренции между секциями? Есть. По времени или... Андрей у нас все разруливает. Если дается мирно, дружно жить под крышей. Ну, со всеми, конечно, да, со всеми собираемся, со всеми обсуждаем, кому правильнее выделить там время. Поэтому все нормально, нет вопросов с этим. Кстати, как часто Честцовский волейболист участвует в соревнованиях? Вот у нас проводится где-то в среднем раз в два месяца обязательно проводится волейбольный турнир. Приглашаются команды. Ну, вот последний раз был у нас в январе и планируется вот март-апрель. А в марте-апреле кто будет участвовать в соревнованиях? Ну, пока шесть команд. Может быть, подадут заявки еще какие-то. Да, можно объявление сделать маленькое. До 25-го числа мы ждем заявки. То есть все желающие принять участие в волейбольном турнире. А вот давайте тогда сразу огласим требования к тем, кто захочет принять участие. Требования любителей, любительские, дворовые, хотел сказать, хоккей, волейбол. Все-таки тянет в хоккей вас, Андрей. Вот. А опыт игры какой-то должен быть или, в общем-то... Это любители, они сами увидят, какой у них опыт. Да, там... Правильно. Все, турнир покажет. До 25-го марта можно подать заявку. Где это можно сделать? Это по телефону 8-900-85-801-06-67 или непосредственно к ССЧСОВСКИ. На сайтах там выставлено все. То есть и к ССЧСОВСКИ можно в социальных сетях найти и подать заявку на участие. Ну и, конечно же, потенциальные участники задаются вопросом, а что нам за это будет? Золотые медали, кубки, телевизоры, что? Не золотые медали, но призы будут. То есть не в пустую, а не сыграть. Не просто так. Не просто так. Главное победить. Призы у нас достойные. И все поселения об этом знают. Но, кроме того, скоро еще и футбольное соревнование. Да, и футбольное соревнование у нас 24-го марта. Кто будет принимать участие? Это будет дошкольный у нас мини-футбол. Будут принимать участие наши поселения. В частности, поселок Покровская, Часы и Гарь-Покровская. То есть это малыши совсем будут играть? Да, 6-7 лет. Всех тянет в бой. Ну, пока детской секции по волейболу нет. Но, Анатолий, может быть, все-таки ответите на вопрос. Да, волейбол, футбол – это игры командные. А вот дети, как мне кажется, они все-таки такие игроки сольные. Каждый хочет забить, каждый хочет попасть. Вот как научить ребенка, да, наверное, и взрослым, играть все-таки в команду на общий результат, а не к каким-то личным победам идти? Дисциплина у вас. Был разговор, что дисциплина прежде всего. Потому что если каждый будет тянуть одеяло на себя, все голые останутся. А вот как эту дисциплину привести? Тети очень разные. Сын ходит на хоккей. У них там один туда, один сюда. Их надо как-то всех в кучку собрать. Я еще пока с этим не сталкивался, столкнулась. А взрослых такой проблемы нет? Ну, взрослые уже понимают, что один поле не воин. Да, и кто куда пришел, чем заниматься. Если командная игра, надо играть на команду, а не соло там выстраивать. То есть мы уже поняли, что в часах спортивная жизнь насыщенная. И 31 марта будут соревнования по волейболу. Начнутся этот турнир. У нас будет целый турнир, посвященный Гагаринский старт. Это не однодневный будет турнир. Поэтому 31 марта начало, а финальные игры 7 апреля. Так что, дорогие телезрители, готовиться стоит тщательно. Наверное, уже давно нужно было приступить к тренировкам. Потому что до 25 марта можно подать свою заявку на участие в турнире по волейболу в Чесцовском поселении. Ну и соревнования для дошкольников. Я так понимаю, туда отбора никакого нет. Можно просто прийти и поболеть. Да, прийти и поболеть. Где они будут проходить, куда идти и болеть? КСС Чесцовский, адрес поселок Чесцы, строение 19. Спортивный зал. Вход свободный. Да, вход свободный. Ну, дорогие телезрители, я думаю, что если уж не участвовать в соревнованиях, то прийти и поболеть однозначно нужно. Занимайтесь спортом, потому что спорт всегда в моде. Спасибо, дорогие гости, что пришли к нам сегодня и ответили на все вопросы. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся совсем скоро на АУТВ. До новых встреч.